Дорогие друзья, я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой YouTube-канал. Я Евгений Киселев. И вы видите, что в гостях у меня архимандрит Кирилл Говорун. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время с нами сегодня пообщаться. А повод для нашей сегодняшней встречи и этого разговора – это закон, который принят Верховной Радой Украины о запрете деятельности религиозных организаций, которые имеют связь с Российской Федерацией, с государством, развязавшим войну против Украины. При этом мы все понимаем, что фактически речь идет о запрете Украинской Православной Церкви, которая раньше называлась УПЦМП – Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Ну, вы в свое время имели к этой организации непосредственное отношение. Когда мы с вами давным-давно, в далеком уже 2009 году, познакомились, и вы пришли на мой эфир, на давно забытом и почившем в Бозе, что называется, телеканале TVI, то вы тогда были главой отдела внешних связей Украинской Православной Церкви вот этого самого Московского Патриархата. В первой нашей встрече с вами. Да, так вот, отец Кирилл, вы тогда вскоре расстались, насколько я понимаю, с и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и с РПЦ, и давно уже выступаете в качестве, скажем так, независимого от этой религиозной организации субъекта, и часто высказываетесь в адрес и УПЦ, и РПЦ весьма критическим образом. Вот как вам все-таки представляется нынешняя ситуация? Потому что кто-то говорит, давно пора их всех было прибрать к ногтю, да, кто-то говорит, ну, все-таки не гоже государство вмешиваться в жизнь религиозных организаций, коль скоро церковь в светском государстве отделена от религии. Кто-то еще говорит, нет, вот это все замечательно, но это все не в условиях войны, а в условиях войны должно быть иначе. И очень важный вопрос, который, мне кажется, стоит, это, если угодно, мера ответственности руководства Украинской Православной Церкви за то, что такая ситуация возникла. Ведь мы знаем в свое время формально было объявлено о том, что больше УПЦ не является частью РПЦ. Но эти заявления и изменения, которые были внесены в Устав УПЦ, что называется, ни общество, ни государство не убедили. Вот как быть в этой ситуации? Сразу задал много вопросов. Я попробую ответить. А теперь хочу вас послушать. Один за одним, да. Начнем сначала. Мне кажется, что это немножко такое клише, журналистское клише, говорит, что это закон о запрете УПЦ. Причем это клише нравится многим с разных сторон дебатов по поводу судьбы этой церкви в Украине. Это клише, которое с удовольствием используют в России. Оно стало частью таких пропагандистских дискурсов. И оно с удовольствием используется в украинском обществе среди как тех, кто хочет, собственно говоря, запрета УПЦ, такого вот радикального раза и навсегда, так и тех, кто защищается внутри УПЦ, говорят, вот смотрите, нас хотят запретить. В общем-то, это клише, оно помогает всем этим группам по-своему, но речь идет о некой манипуляции, потому что оно не соответствует действительности. Каждая группа как бы по-своему манипулирует этим клише, даже внутри УПЦ его используют для того, чтобы как бы показать, что, смотрите, мы мученики, нас гонят, нас хотят даже запретить. Но речь, конечно, в законе не об этом. Закон эксплицитно, прямо говорит о запрете РПЦ. И именно так, кстати говоря, эта формулировка звучит в устах и комментаторов официальных этого закона, включая спикера Украинской Верховной Рады, Стефанчука, который вот буквально, мы там вместе комментировали недавно, буквально вчера, это событие, он прямо сказал, что там нет места для РПЦ в Украине. И действительно, закон имеет намерение и прямо задекларировал, что вот РПЦ больше в Украине не будет. Но на самом деле РПЦ больше и так не было в Украине. То есть прямого присутствия РПЦ, структуры РПЦ в Украине нет, не было уже довольно давно. За несколькими исключениями. Есть ставропеги, ставропегиальные монастыри, которые прямо подчиняются Патриарху, и которые являются присутствием РПЦ на территории Украины. Соответственно, к ним в первую очередь относится закон. Также есть структуры епархии Московского Патриархата на оккупированных территориях. Епархии, которые были там учреждены уже после оккупации. И, собственно говоря, закон имеет прямое отношение и к этим епархиям, включая, например, Крымскую, которая по этому закону, Крымская епархия, которую сейчас возглавила Тихон Шекунов, известный митрополит Тихон Шекунов. Вот по этому закону она тоже вне закона. Вот. Но руки украинского правосудия не могут к этим структурам дотянуться, просто потому что там нет пока что украинского государства. Вот. Что касается УПЦ, то УПЦ нигде даже не упоминается в законе. И, более того, не предполагается даже запрета или расформирование структур, которые обозначаются эвфемизмом в этом законе, как аффилированные структуры. То есть в законе речь идет об аффилиациях неких. Без конкретного, достаточно конкретного определения того, что имеется в виду под аффилированными структурами, аффилированными с РПЦ. либо аффилированными структурами РПЦ, то есть устанавливается совсем уж опосредственная связь с РПЦ. Закон как бы предлагает некоторые критерии установления определения аффилиации, но они недостаточны, на мой взгляд, для того, чтобы иметь однозначное осуждение по поводу того, является ли это структурой аффилированной или не является. Вот. Более того, закон может быть применен только исключительно к отдельным приходам, к отдельным общинам. УПЦ, он не может быть применен к УПЦ как таковой, потому что УПЦ как таковой в украинском законодательстве просто не существует, она не имеет юридического лица. Вот она. Да. Более того, закон не имеет права распустить общины, даже если, например, полномоченные органы, полномоченные законом, примут решение, что вот, смотрите, вот эта община имеет аффилированность с РПЦ, которая запрещена на территории Украины. Далее суд подтвердил это на всех инстанциях, потому что будут, очевидно, апелляции во всех инстанциях. И в конце концов принято решение, вот давайте мы что-то сделаем с этой общиной. Ее невозможно распустить, потому что по украинскому законодательству, которая одной из самых либеральных в мире, на самом деле, в области религиозной свободы и остается таковым до сих пор, общины не должны даже регистрироваться для того, чтобы существовать на территории украинского государства. То есть если какая-то группа верующих решит собираться вместе молиться так, как они считают нужным, им государство не указкает. Эта община может собираться как угодно, где угодно, это будет совершенно законно. Община может уведомить государство о своем существовании, пройти регистрацию для того, чтобы получить определенные блага. Ну, например, получить скидку на отопление газом, которое они используют. Вот. Но, в общем-то, не более того. Общины могут жить абсолютно без регистрации. И если такой сценарий себе представить, который на самом деле трудно реализуемый, что какая-то община утратила регистрацию в государстве, в государственных органах, то она может существовать как ей угодно. Собираться на дому, даже если этой общине принадлежит храм, имеющий частного собственника. А таких храмов, на самом деле, очень много. Я бы даже сказал большинству. То есть, либо частный собственник, либо принадлежит какой-то негосударственной организации, какому-то фонду и так дальше. Таких храмов, на самом деле, очень много. То государство ничего не может сделать с этой собственностью. Подождите, я вас перебью, отец Кирилл. Просто это очень интересная деталь. Храмы есть на территории Украины в большом количестве, которые формально принадлежат частным лицам. А как это бывает? Как это получается? Очень просто. В рамках того законодательства, которое существует в Украине, частное лицо, либо группа, либо неправительственная организация, либо фонд может купить землю, построить на этой земле любое сооружение и быть собственником этого здания. Это может быть храм, может быть не храм. И значительное, я не знаю, честно говоря, сколько, какой процент, но огромное количество храмов именно в такой форме собственности находится. Хорошо, а как быть с теми храмами, теми церквами, которые являются памятниками? Да, именно к таким церквам, в первую очередь, и применим этот закон. Те храмовые здания, культовые здания, которые используются общиной и которые принадлежат государству в разных формах собственности, это может быть муниципальная собственность, принадлежит, например, городской общине или сельской общине, либо это может быть национальная собственность, то есть на национальном уровне, что относится к заповедникам, например, Киево-Печерская лавра или Кучаевская лавра. Вот в таких случаях, да, государство получает дополнительные инструменты для того, чтобы расторгнуть договоры и перестать сдавать в аренду эту собственность общине. Но, собственно говоря, это уже было и до закона. Мы видели, как это работало с Киево-Печерской лаврой. То есть на самом деле даже закона этого не нужно для того, чтобы сделать то, ради чего закон принимался. И поэтому я еще раз хотел бы подчеркнуть, что все это свидетельствует о том, что закон носит больше декларативный характер, чем нацелен на какие-то конкретные результаты на земле, что называется. Тем более, что установлены, во-первых, такие таймлайны, сроки начала применения закона, которые отодвигают его достаточно, как бы уже по украинским меркам, по крайней мере, далекое будущее, 9 месяцев спустя. И после этого закон начинает, вступает, как бы, в действия полноценные. И, опять-таки, применение этого закона тоже может быть очень длительным. То есть до двух месяцев дает сообщение, например, определиться своей аффилированностью. Потом начинается процесс изменения статуса этой общины, который должен пройти через суды во всех инстанциях. Это может продолжаться, на самом деле, годами. Поэтому я думаю, что смысл этого закона не в том, чтобы что-то изменить на земле, как бы, в деятельности этих общин. Может быть, это повлияет разве что на судьбу каких-то больших монастырей или каких-то важных общин, которые пользуются государственной собственностью, либо через заповедники, через памятники культуры и так далее. Я думаю, что смысл этого закона, помимо своей декларативности и немножко такого популистского, скажем, налета на нем, просто чтобы парламентские партии, так сказать, в Верховной Раде смогли своим избирателям и самим себя доказать, кто более патриотичен, может иметь как бы более реальное применение. А именно, и это переходя к второй части вашего вопроса, простите, у меня такие очень долгие ответы, к второй части вашего вопроса об отношении УПЦ, что такое УПЦ и отношение УПЦ с Москвой. На самом деле, у УПЦ была очень сложная динамика отношений с Москвой. До 2014 года, когда во главе УПЦ ставил митрополит Владимир Сабадан, УПЦ, не сильно афиширую это, но, в общем-то, очень стабильно отодвигалась от Москвы, дистанцировалась от Москвы. Внутри УПЦ нарастала такой автокефалистский, автокефалистская динамика. И некоторые как бы меня связывали с этой динамикой, хотя я бы, конечно, не единственный, который ее представлял. И это движение было достаточно устойчивым от Москвы. Когда во главе этой церкви стал митрополит Ануфрий, эта динамика изменилась, в общем-то, на противоположную, даже несмотря на начало уже войны в 2014 году, оккупации Крыма, прокси войны на Донбассе и так дальше. Митрополит Ануфрий, он жил всегда в своем мире идей, и там очень много было идей как бы из идеологии русского мира, хотя она так еще в то время и называлась. Но в любом случае это как бы такое облако идей, в котором находилась голова митрополита Ануфрия. Еще раз перебью. Если короче, вот как бы вы этого человека охарактеризовали? Насколько я знаю, ведь он сам этнический украинец, родом из Украины, да? Да, звуковины, да. Да, духовное формирование, оно имело много таких экзогенных факторов, внешних факторов. Это, конечно, и русское православие, московское православие более конкретно. Он долгое время провел в Троице-Сербиеве, в Лавре, в Сербиеве-Пасаде. Это румынское православие, которое на него повлияло, и на нем можно увидеть отпечаток такого румынского пиетизма. То есть он пиетист в таком, знаете, европейском смысле. То есть это внимание к обрядам, внимание к каким-то формам благочестия. Но этот пиетизм, вот есть немецкий пиетизм, такой знаменитый, 17-18 века в кальвинизме. А пиетизм митрополита Ануфрия, он имеет двойное такое влияние и из Москвы, и из Румынии как раз. И это человек, который живет в мире своих идей, всегда живет. То есть, ну можно сказать, что он в какой-то нирване находится, который не регистрирует реальность вокруг себя часто. А если регистрирует, то просто ее игнорирует, потому что он считает, что реальность, которая вокруг нас, она не такая важна, как реальность, которая внутри нас. Вот. И поэтому он даже как бы войну бы, наверное, не заметил, если бы ему не начали просто на него давить его окружение, что делайте что-то. И он, в общем-то, под этим давлением начал хоть как-то реагировать на войну. Вот. И, собственно говоря, знаете, он мне немножко напоминает такого религиозного деятеля или даже фанатика из известного анекдота. Когда этот человек тонет в бурю, вот, и просит Бога послать ему какую-то помощь, спасти его, и тут подплывает какая-то лодка со спасателем, говорит, нет, я вас не хочу, значит, я надеюсь на Бога и жду от него помощи. Потом какое-то бревно к нему подплывает, и он тоже от этого отказывается, отталкивает это бревно. Но там спасатели какие-то приезжают и тоже от них отказываются, потом он, в конце концов, тонет, предстает перед Богом и спрашивает Бога, что ж ты меня не спас, я так тебе молился. Бог ему говорит, так я же тебе сколько способов спастись посылал, а ты все этого не видел. Это, в общем-то, часть характеризует метрополита Ануфрия, на мой взгляд. То есть, на самом деле, у УПЦ была масса возможностей выйти из того тупика, в котором, который его завел, в общем, ее завел метрополит Ануфрия. Я расскажу вот эту историю, после 2014 года он начал вот эту динамику возвращения к Москве, несмотря на войну, потому что он, опять-таки, войну для себя не регистрировал. Вот. И это, в конце концов, конечно, привело к страшному кризису внутри УПЦ, если УПЦ до 2014 года была, несмотря на свою очень открытую связь с Москвой, это действительно, ну, как бы все понимали, и УПЦ не скрывала, что она является частью московского патриархата, но авторитет у этой церкви был огромный, несмотря на это. Вот этот авторитет очень быстро как бы был растрачен метрополитаном Ануфрием, и церковь превратилась в парию, фактически, в украинском обществе. И у церкви, несмотря на то, что УПЦ, несмотря на то, что она стала такой парией, было, на самом деле, очень много возможностей выйти из этого тупика, вот спастись. Ей посылались вот эти бьемно спасательные команды и так дальше, эти лодки. Самое главное, это был, конечно, собор 18-го года, объединительный собор в Софии Киевской, когда Вселенский Патриархат сделал очень большое должение, на самом деле, УПЦ, и пригласив, и настаивая на участии УПЦ в этом соборе. Но это все было как бы отвергнуто, и УПЦ еще дальше погружалась в эту пучину морскую, бушевавшую вокруг нее стихии. Сейчас, на самом деле, тоже есть такой шанс УПЦ, вот это бревно, как бы, послана, я считаю, что этот закон, это такое бревно, которое послана УПЦ для того, чтобы помочь ей, помочь самой себе, этой церкви. Посмотрим, как это все использует метрополит Ануфрий. Но еще, чтобы закончить историю динамики УПЦ, значит, после 2014 года я сказал, что УПЦ начал сближаться с Москвой. Настоящим шоком стал февраль 22-го года, когда даже Ануфрий проснулся и понял, что нужно что-то делать. И под давлением своего окружения, ну не всего окружения, а часть его, под давлением общин УПЦ он принял решение как-то задекларировать дистанцирование от Москвы. И так в мае 22-го года, 27-го мая, собрался собор, который принял некоторые решения, которые отчасти реально стали отходом от Москвы, отчасти стали больше такой ширмой для отхода от Москвы. То есть все эксплицитные формы связи с Москвой, упоминание в уставе, упоминание патриарха, процедуры назначения нового митрополита Киевского, все эти эксплицитные, скажем так, связи, они были демонстративно разорваны. Но остались имплицитные связи. Вот, они остались внутри УПЦ, и УПЦ всячески как бы пытается закамуфлировать, игнорировать, но они там есть. И, ну, Ануфри посчитал, что этого достаточно, то, что они сделали в мае 22-го года, провели вот этот собор, приняли решение, и все, на этом можно успокоиться. И УПЦ вошла в зону комфорта, в зону такого, знаете, сохранения статуса КО. И эта линия, как бы ровная, продолжалась до сего дня, до вчерашнего дня, вернее. Вот, и по сути закон пытается вывести УПЦ из равновесия, оставить вот эту зону комфорта, зона комфорта в чем заключается? Когда церковь говорит, что нас гонят, хотя ее реально не гонят. Можно говорить очень много, что нас так как бы притесняют без реального утеснения. Это, конечно, не структуры, например, церковные на оккупированных территориях, которые реально прессуют, которые реально будут на воле. Вот, и сейчас закон дает возможность УПЦ выйти из этого состояния, как бы, равновесия и изменить свой статус КО, и сделать что-то, чтобы помочь самой себе. Вот это бревно, о котором я сказал, которое подплывло к этой церкви. Теперь вопрос, воспользуется ли церковь этой возможностью? Ну вот, хочу среагировать на вопросы, которые нам здесь, а мы в прямом эфире, задают наши зрители, наши слушатели. Знаете, я всегда поправляю себя, зрители, слушатели. Есть многие люди, которые такого рода беседы, разговоры, интервью в Ютьюбе слушают. Так вот, во-первых, вам передают привет из Черкассы, из вашего родного города. Вы же родом из Черкассы, да? Черкасская область. Я в Золотой Носе родился, но потом жил долгое время в Черкассе. Благодарю вас за привет. Спасибо, да. В Черкассской области, отцу Кириллу. Затем Сергей Савенко пишет, что в Украине есть украинская православная церковь, у которой есть Томас, а у УПЦ Томаса нет. Вот как быть с Томасом? Да, единственное, что я бы сказал, что Томас не является чьей-то собственностью в Украине. Томас был дан всей полноте украинского православия. И, кстати говоря, когда вот недавно буквально была достаточно представительная делегация на Ханаре, куда вошла заместительница руководителя президентского офиса Украины, вошел руководитель государственного департамента по нас с меньшинствами и религиозной свободе, вошел предстоятель ПЦУ про Сан-Церковь Украины на политике Петра, не был митрополитик в Срать еще. И во время этой встречи и по другим поводам патриарх Парфоломей давал понять, что Томас для всех, не для какой-то церкви, нельзя его приватизировать. Он не может быть приватизирован ни президентом Порошенко, ни какой-то церковной структурой. Это инклюзивный документ, который как бы для всех. Но сейчас, безусловно, он является основной... Для всех украинских православий. Конечно, но не для иудеев и не для... Я правильно понимаю, что Вселенский Патриарх предоставил автокефалию всему православному сообществу Украины? Скажем так, что произошло со всем православным сообществом Украины? Произошло это в октябре 2018 года, еще перед Томасом и перед Объединенным Собором. Тогда Вселенский Патриарх, я хотел бы напомнить о событиях, которые уже подзабылись, но которые имеют на самом деле большое значение сейчас, ввиду особенно даже последних событий. Речь идет о том, что Вселенский Патриархат отменил свой же собственный указ, свой собственный документ, который был издан в 1686 году, очень давно, но который до сих пор имел силу, несмотря на свою давность. Этим документом тогда, еще в конце 17 века, право поставлять митрополитов киевских было делегировано патриархом московским. Но формально киевская митрополия сохранялась как структура, структурная часть, еще с 10 века, структурная часть Вселенского Патриархата, Патриархата Константинопольского. Но потом постепенно, особенно в 18-19 веках, фактически московская русская православная церковь, когда патриархата уже не было, она полностью все права себе присвоила на Украинскую православную церковь. И так, включая так называемую каноническую территорию, и это стал любимый тезис в том числе даже таких светских людей, как Лавров, что вот, мол, это каноническая территория русской православной церкви. Вот Константинополь в октябре 18-го года отмелил вот это решение и восстановил киевскую митрополию в составе Вселенского Патриархата. По сути, этим решением было зафиксировано, что все абсолютно православные Украины являются теперь прихожанами, клириками, епископами Константинопольского Патриархата. Но те, которые хотят быть в автокефальной церкви, они могут организовать свою церковь. И такая церковь была организована в декабре 18-го года. Потом эта церковь получила признание со стороны Константинополя в том, изданном в январе 19-го года. С ними все понятно. Они получили томас, они стали автокефальными, признанными Вселенскими Патриархатами и некоторыми другими церквами. Что с другими произошло? Москва говорит, что они по-прежнему наши, они все наши. УПЦ говорит, что нет, мы не московские, но мы не константинопольские, мы сами по себе. Но они единственные так говорят, так считают. Потому что в Москве считают, что это по-прежнему структура русской православной церкви. Некоторые по местной церкви, например, сербская так считают. Некоторые в украинском обществе, большинство даже, так считают, что это все московская церковь в Украине. И очень интересная такая точка конвергенции наблюдается в риторике, например, Путина, российских пропагандистов и того, что приписывают УПЦ в Украине в патриотических кругах. Что это все московские попы, это все РПЦ в Украине. Но это несправедливая оценка, это пропагандистская оценка, которая служит и той, и другой стороне. Есть и третья оценка, о которой я уже начал говорить, что это все на самом деле вселенский патриархат, но они просто этого не осознают. Вот. И поэтому Томас, он дан как бы части киевской митрополии, но он способен вместить и остальных в себя. Всех остальных, которые остались во вселенском патриархате, но как бы не приняли этот Томас, не приняли автокефалию. Вот. И поэтому патриарх Фоломинин настаивает, что по-прежнему, возможно, Томас достаточно широк для того, чтобы вместить всех украинцев. Причем не обязательно в той форме, в которой это предлагает ПЦУ. ПЦУ предлагает про станция Украины автокефальная, предлагает просто как бы всех присоединить к себе и все. Возможно, и другие формы, которые можно обсуждать, но которые пока что обе церкви не готовы обсуждать друг с другом. И ПЦУ, и УПЦ настолько с такой враждебностью друг к другу относятся, что они даже не готовы с другом разговаривать. Даже когда они предлагают друг другу диалог, это выглядит как ультиматурно друг к другу. И по сути, что предлагает закон, который вчера был принят? Он создает условия для того, чтобы УПЦ вывести из равновесия, из вот этой зоны комфорта, заставить УПЦ разговаривать с ПЦУ. Но государство одновременно не этим законом, но набором действий подталкивает и ПЦУ к этому диалогу. Причем мы наблюдаем сейчас очень интересную такую, опять-таки, конвергенцию усилий государства украинского и вселенского патриархата по мягкому, но твердому принуждению ПЦУ к диалогу с УПЦ. Таким образом, закон, мне кажется, нужно рассматривать как часть комплекса мер по установлению диалога, по установлению какого-то сотрудничества реального, а не просто декларируемого между двумя структурами с тем, чтобы в конце концов между ними произошла какая-то форма воссоединения на основании Томаса, безусловно. То есть, на самом деле, картина широкая у этого закона, ее тоже нужно принимать во внимание, и мне кажется, что здесь, возможно, потенциально положительная динамика, которая может быть и не произойти, потому что, на самом деле, обе церкви не хотят этой динамики, но есть важные факторы, которые сейчас ей способствуют, это вселенский патриархат и украинское государство. Ну вот, понимаете, даже глядя на то, что пишут наши зрители, наши слушатели, я вижу, что есть, ну, скажем так, некая фигура жесткого предубеждения против УПЦ. Все говорят, ну, не все, многие говорят, да как вообще во время войны можно упоминать московский патриархат в своем названии? Друзья, название московский патриархат в своем названии? Это название приписывается, но от него уже давно отказались. Но здесь есть другой вопрос. Ведь всегда может быть строго указано властями или частью властей представителям Украинской Православной Церкви, что в уставе РПЦ-то вы фигурируете, РПЦ-то вас называет в своих уставных документах частью этой церкви? А УПЦ ничего не может сделать с московской патриархией, с Кириллом? Она не в силах изменить устав РПЦ, видите? Правда? Это правда. Но видите, и в Российской Конституции говорится, что Запорожская, Херсонская области, Донецкая, Луганская тоже часть Российской Федерации. Вот. Принимаем мы это или нет? Вот как бы вопрос. Понятно, что мы не можем этого приять. Но в отличие от Херсонской, Запорожской области и прочего, действительно, то, что УПЦ была частью РПЦ, согласно уставу РПЦ, и что в рецепции этой уставной нормы принимало УПЦ участие, безусловно, а теперь пытается с задним числом просто тихо отказаться от этого, но этого недостаточно. Это видеоукраинское общество и усматривает в этом некоторое лицемерие со стороны УПЦ. И я понимаю эти, как бы, эти претензии, которые выдвигаются по поводу лицемерия. УПЦ не сделала достаточно для того, чтобы дистанцироваться от Москвы. Часто это выглядит просто как дымовая завеса, то, что они делают, для того, чтобы скрыть реальность. Потому что те решения, которые даже были приняты в мае 22 года на соборе УПЦ, они легко обратимы назад. То есть их легко отыграть назад, без особых дополнительных процедур и решений. То есть, условно говоря, если Путин захватит Украину, чего некоторые в УПЦ ждут, ждут как избавление для себя, то тогда УПЦ очень легко вернется к своему предыдущему статусу, довоенному, не принимая особых решений даже. И это заложено в решениях майских 22 года. То есть там заложены отходные пути, да? Абсолютно, да. То, что это все легко назад отыграть. Там процесс не является необратимым, согласно этим решениям. То, чего ждет украинское общество и государство, это необратимости дистанцирования УПЦ от Москвы. Но ведь вот какой вопрос возникает. Церковь – это не только клир. Церковь – это еще и миряне, да? Это прежде всего миряне, это прежде всего юмор. Конечно. Так вот как с этим-то быть? Понимаете, ведь огромное количество людей в Украине. Раньше вообще, я помню, вот в нулевые годы, когда я только-только приехал жить и работать в Киев, очень многие люди были в тупике, когда им задавали вопрос, а вы прихожане какой церкви? Потому что для очень многих рядовых, обычных, в хорошем смысле этого слова, украинских обывателей, это была какая-то далекая, непонятная, мудреная материя. У них был храм, в который они привыкли ходить, у них был батюшка, к которому они ходили на исповеди, на проповеди, на причастие. И даже не задумывались о том, это какая церковь. А потом это встал вопрос ребровым. Да, это правда. И церковь в данном случае фигурирует просто как идентичность, не как церковь как таковая. Как бы проблема во многом украинского православия в том, что церковь воспринимается как идентичность. И, например, есть такое популярное представление, что вот достаточно приходу или человеку перейти из УПЦ в ПЦУ, чтобы он стал автоматически украинским патриотом. Чтобы как бы это воспринималось как акт экзорцизма, изгнания, так сказать, демона русского мира из человека. Но это так не работает на самом деле. То есть человек приходит и ничего с ним дальше не происходит. Он может оставаться со своими убеждениями, человек даже с убеждениями русского мира может перейти в ПЦУ и прекрасно там себя чувствует. Но церковь воспринимается как идентичность. Это первая проблема. Вторая проблема, что церковь воспринимается как некий монолит, в котором есть епископ и священник Кемиряне. И вот то, что говорит епископ от имени церкви, это все как бы набрасывается, передается автоматически на всю церковь. Значит, так думают все. Но это неправда. Потому что церковь на самом деле очень большая, очень многообразная и очень расслоенная. Произошло расслоение внутри УПЦ. Так что, может быть, невооруженным взглядом этого не видно. Но если присмотреться, можно увидеть очень серьезный антагонизм и трение, и даже разрывы по церковной вертикали. Между мирянами, которые составляют большинство церкви, большинство которых, я думаю, в УПЦ являются украинскими патриотами, желающими поражения России в этой войне, которые желают победы Украине и так дальше. А священниками, большинство которых думает так же. И епископами, которые уже могут думать по-другому. Я думаю, что как раз среди епископата и среди, в общем-то, меньшей части священства и мирян, вот эти идеи русского мира по-прежнему циркулируют. Но они циркулируют, конечно, сейчас уже совершенно не публично, а в закрытом формате. Вот, и церковь, это УПЦ как бы церковь, она очень сейчас многообразна, поэтому просто говорит, что вот все УПЦшники, это там агенты КГБ в рясах, или там все скрытые русмировцы, но это совершенно несправедливо. Это приблизительно точно так же, как Путин представляет УПЦ, что это русская православная церковь в Украине. Там все, и патриарх Кирилл его в этом убеждает, смотрите, это все мои как бы верные лейтенанты, которые присягнут вам при первой возможности. Все это иллюзии, безусловно. А скажите, пожалуйста, есть ли сейчас какие-то приходы, какие-то священники Украинской православной церкви, которые поминают таких в своих молитвах? Да, такие есть. Есть? Есть, продолжают такие, да, существовать, служить. И более того, например, есть даже епископы, которые по-прежнему демонстрируют свою связь с Россией. Вспомните митрополита Иоанна Афана и Елецких, которого обменяли на украинских военнопленных, который приехал в Москву и тоже бросился целовать руку патриарха. Патриарх даже от него так эту руку забирал, ему не надо мне кланяться и целовать руку, потому что продемонстрируйте хоть какую-то дистанцию между мной и собой. А митрополит Иоанна Афан показывал, что дистанции это нет и не было для него лично в Украине. Вот, и то есть это все реальность, это все есть, безусловно, но это не вся еще церковь. Хорошо, а уж есть и такие, кто молятся за победу русского воинства? Да, я думаю, есть такие, безусловно, даже в епископате есть ждуны, что называется, причем они могут иметь разную мотивацию. Есть идеологические ждуны, которые ждут, вот Путин ведет войска, наконец-то там захватит Киев и наконец-то мы заживем хорошо. Таких достаточно есть в УПЦ, причем чем выше, как бы по лестнице иерархической, чем их больше будет, или процентный, удельный вес их больше. Вот, а есть те, которые говорят так, что мы за Украину в принципе, но мы хотим, чтобы нашу церковь не гнали. И видят, единственный способ, чтобы перестали давить на УПЦ или гнать, как они это все представляют, это чтобы Путин, ну если не победит, то по крайней мере как-то так ограничил бы украинское государство, чтобы заморозили войну, чтобы Украина пошла на какие-то уступки в результате переговоров. Они надеются, что среди этих уступок будет ослабление давления на УПЦ. Есть такие ждуны. Вот, но я думаю, что даже таких меньшинство в УПЦ. А вот выбор языка служения, по этому поводу тоже здесь есть много вопросов и реплик. Как вот быть, если на разных языках служат УПЦ и ПЦУ? Ну я вообще не вижу в этом никакой проблемы. Более того, это не проблема даже для ПЦУ. Когда ПЦУ делала какие-то заявления по этому поводу, то она говорила, что мы допускаем славянский язык, пожалуйста, служите на славянском, если хотите. И это очень правильно. Как и с календарем. Если хотите, можете придерживаться старого стиля юлианского календаря, а не переходить на григорианский. Хотя большинство церкви перешло на григорианский. То есть вот эта как бы вариативность, которая сохраняется в УПЦУ, она очень важная. Кстати говоря, такая же вариативность есть отчасти в УПЦ на самом деле. Потому что она по-странному, по-своему себя ведет. Например, на территории Букалины, откуда митрополит Ануфриеводом, где он был митрополитом долгое время, исторически при нем, и сейчас остаются приходы, которые служат на румынском языке и по новому стилю, и при этом остаются частью УПЦ. А румынский православный церкви живет по новому стилю, да? Да. Ну, собственно говоря, если мне память не изменяет, большинство поместных церквей живут по новому стилю. Поставим живет меньшая часть церкви. Да, по-четырех это русская, сербская, иерусалимская, сербская и грузинская. Русская, сербская, грузинская и... Иерусалимская. Иерусалимская, а все остальные по новому стилю, да? Вот так вот оказывается, да? Поэтому термин... Начали приходить на старый стиль, но там как бы тоже вариативно запускается. Нет, просто это к тому, что широко бытующее понятие, по православному календарю очень часто говорят, что по православному календарю празднуют Рождество 7 января. Ну, это еще одно клише, которое не соответствует действительности. На самом деле старый календарь, юлианский календарь, это календарь меньшинства православных церквей, не большинства. Вот кто-то пишет, УПЦ, вот объясните мне, здесь, наверное, есть что-то связанное с понятиями чисто богословскими. УПЦ аффилировано с РПЦ через Христа, причем официально. Вот что с этим делать? Я не совсем понимаю. Это немножко риторическая форма. Есть дело в том, что когда в мае 1922 года принимали поправки к уставу УПЦ, оттуда вычистили все упоминания о Русской Православной Церкви, но в первый пункт устава ввели упоминание Томаса Патриаршего 1990 года, которым патриарх Алексей II дал самоуправление УПЦ. И с тех пор УПЦ стала УПЦ, кстати говоря, тогда еще митрополиту Филарету Денисенко. И вот как раз этот Томас так называемый, хотя он на самом деле не совсем является Томасом. Томас – это только апопекефалия. Пекефалия никакая не давалась тогда УПЦ. Этот документ Патриарха Алексея, он очень четко прописывает, что УПЦ имеет связь со Вселенским Православием через Русскую Православную Церковь. И этот документ оставили в действии в нынешнем уставе УПЦ. И это является, наверное, самым главным свидетельством того, что УПЦ по-прежнему связанно с УПЦ ПЦ. Формально, канонически. А как выход? Возможно, провозглашение автокефалии самостийным образом? Ну, конечно, возможно. Так действовал Киевский Патриархат. Но это пойти по пути того же самого Филарета Денисенко. И УПЦ понимает, что это не путь. Хотя они, в общем-то, попытались провозгласить, самопровозгласить автокефалию, но они понимают тоже, что не зашли слишком далеко. Но, по сути, автокефалия так и не была провозглашена. На самом деле у митрополита Ануфрия, я думаю, что нет плана в голове, как вообще выходить из этой ситуации. Он ждет, что Бог вмешается и спасет утопающего. Хотя Бог уже столько всего послал всех средств плавающих этому утопающему. И отчасти, да, надеяться на то, что вот война закончится какими-то переговорами и уступками со стороны Украины. Среди этих уступок будет статус положения УПЦ в Украине. Что, ну, понятно, и, конечно же, вот эта, как бы, философия или истриософия митрополита Ануфрия, она, в общем-то, и завела УПЦ в этот тупик, из которого выход, окажется, не предвидится. ПЦУ видит только один сценарий. Реализуемый – это то, что это просто поглотить, представить себе по частям УПЦ. Но я думаю, что этот сценарий, может быть, он и идеалистичный, отчасти, но нереализуемый. Идеалистичный и идеальный. То есть идеальный и идеалистичный, потому что он нереализуемый. Я думаю, что финальное, какое-то окончательное объединение УПЦ, возможно, в будущем, может быть, не совсем обозримым, как финальный этап очень сложного и долгого процесса, который может происходить только в рамках диалога, только в рамках реальных попыток разговора друг с другом. Не имитаций, не стимулякров диалога, которые пока что существуют до сих пор, а реальных попыток диалога. И я думаю, что, насколько просто я вижу настроение внутри украинского политического класса, в украинском государстве, к этому же склоняются и здесь. И находят себе союзника во вселенском патриархате. И это дает, в общем-то, надежду. Ну что ж, отец Кирилл, спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, что многим он кое-что прояснил в ситуации, которая на поверхности выглядит такой понятной, а на самом деле значительно более сложна и... Хорошо, что она сложная. Сложнее, чем выглядит на поверхности. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. И до следующей встречи. Всего вам доброго. Жду от вас лайков, вопросов, комментариев. Сейчас, как только мы распрощаемся с отцом Кириллом, этот разговор будет выложен уже в записи. И, судя по некоторым репликам и вопросам, не все смотрят его сначала. В записи вы сможете посмотреть целиком, от начала до конца, и, возможно, все вам станет более или менее ясно. Спасибо и всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok